всем привет приветствую снова вас на блоге студии компьютерной графики pulsar меня зовут влад сегодня мы с вами продолжим знакомство с визуализатором final render это урок номер 2 и сегодня я предлагаю вам посмотреть на один из самых распространенных материалов который используется в этом визуализаторе соответственно что нам нужно для того чтобы его изучить это естественно тестовая сценка пусть это будет у нас простенькая совершенно плоскость на которой стоит чайник уж очень люблю такую связь ну давайте только у чайничка повысим количество сегментов будет 20 чтобы он был красивеньким приятненьким аккуратненьким ну и заходим соответственно вредатор материалов что нас здесь интересует нас здесь интересует материал final render advanced как мы здесь видим у финал рендера есть гигантское количество преднастроек то есть это будет краска для машины там материал сидером а грязь там материал электрона с кожа быстро да какая-то стекло сам растящийся материал там металл океан и так далее там подобное вот и думаю это вы все сами посмотрите но сегодня мы с вами смотрим на материал final render advanced давайте тыкнем два раза на нем что у нас здесь я думаю не только меня это в самом начале ошарашило это количество различных входов к этому материалу однако не стоит пугаться кто не знает все эти входы можно свернуть или можно взять вот сюда вот естественность это сворачивается или мы можем нажать вот на эту кнопочку hide unused node slots соответственно у нас неиспользуемые входы спрячутся и не будут видны вот материаль что маленьким и компактным ну опять же что бросается в глаза без аналогии с вероем нам не обойтись конечно же у нас здесь есть такие же абсолютно параметры diffuse reflect reflect да естественно diffuse отвечает у нас за основной цвет материала предлагаю пусть это будет чуть оранженький вот такой вот reflection у нас соответственно по градиенту черного к белому увеличивает силу отражения нашего материала соответственно черный цвет не отражает вообще белый цвет отражает как зеркало вот однако обращу ваше внимание на то что если мы сейчас включим отображение задника для нашего шарика вот мы увидим что давайте среднее значение рефлектор поставим у нас отражение проявляется только по краям нашего шарика почему так почему так происходит дело в том что у нас по умолчанию стоит галочка фреснили соответственно фреснили reflection и фреснили рефракшн они у нас взаимосвязаны то есть если мы включаем то включается в обоих случаях что это означает это означает что сила отражения и преломления нашего материала зависит от угла взора камеры соответственно если у нас угол 0 то есть мы прямо смотрим на наш шарик то сила преломления и отражений до не слишком высокая как правило на практически там нулевая вот однако чем меньше угол взора камер да вот краю шарика мы видим что угол уменьшается соответственно сила увеличивается отражение дело в том что на самом деле в нашем настоящем мире буквально все объекты все материалы имеет вот такие вот фреснили reflection и рефракшн просто мы это практически не замечаем из-за того что перепады силы отражения не слишком велики вот однако больше всего это заметно на стекле причем на стекле к примеру запыленным если мы посмотрим на него прямо то мы видим что он у нас очень как бы с прозрачненько такой хорошенькая вот однако если мы посмотрим на него под углом каким-нибудь мы увидим что запыленное стекло перестает практически пропускать свой себя какой-либо свет и естественно мы перестаем видеть то что находится за ним но предлагаю пока что эту галочку пресс не убрать ну вот и посмотреть на другие параметры параметр блюре что-то такое это то же самое что и рефлекто глосс на супер и только изменяется он не от единицы до нуля а от нуля до 100 соответственно блюре мы можем делать 80 до не мы видим что наш шарик будет замылен естественно наши отражения станут более такие расплывчатые вот но и соответственно samples это качество проработки отражения если мы поставим 32 тоже на шарике привил мы видим что качество заметно улучшится если мы поставим 64 то кажется улучшится еще сильнее если мы займем 100 500 у нас компьютер умрет потому что слишком долго будет считать естественно чем выше здесь сэмплы тем больше все это хозяйство будет считаться вот мы предлагаем вернуть на 16 как это было до того как я что-то трогал вот и блюре соответственно вернем на ноль параметр refraction опять же у нас сила преломления зависит от градиента от черного белому соответственно черное не преломляет вообще белый естественно пропуская сквозь себя и свет и цвет и все что нам придет вот ну и такой же параметр как и у любого другого материала визуализатора это и ор это индекс преломления нашего материала поставим 101 да то у нас практически получится стекло который не преломляет ровным счетом ничего вот однако если мы поставим примеру 03 мы видим что у нас отражение преломления заметно исказятся вот что нас интересует еще это вкладочка шейдинг что-то такое дело в том что материал final render advanced не строит автоматически зависимости от рефлекта и рефлект глосс нас да естественно здесь блюре параметр блики то есть как делал вера и мы просто берем выставляем какой-то рефлект выставляем решили голоса сда у нас появляются маленькие блики вот здесь вот final render так не делает ему нужно вручную это все вводить однако при должной прямоте рук можно делать очень и очень красивые материалы давайте посмотрим подробней во-первых спекуляр level соответственно чем выше этот параметр тем сильнее у нас здесь появляется засвет вот однако чтобы его каким-то образом скукожить маленькую точечку да мы должны дергать параметр glossness если мы здесь повышаем да у нас здесь . становится более маленькой 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 все меньше 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 ну вот стало совсем мизерный да давайте нам начальничек применим этот материал только рефракшн поменьше сделаем чтобы уж сильно не отражал посмотрим на результат ну соответственно какие-то блики вот здесь у нас появились вот что еще интересного есть у этого материала во-первых это несколько слоев спекуляр левела соответственно мы можем выключить второй слой вот здесь между ними переключиться и добавить к примеру такой вот большой блик толстый скажем так соответственно слои у нас смешиваются перемножаются и может создавать очень интересные материалы дальше что нас интересует нас интересует вкладочка advanced reflections что здесь есть не за тропе фок придумаю все знают что-то скажет затуманенность отражений вот соответственно и преломление тоже ультраблюр дико совершенно заблюривает наше изображение вот соответственно честно говоря я практически не пользовалась и вот однако в ряде случаев он может пригодиться интересно на самом деле штука давайте визуализируем потом что произойдет а ну с основного что происходит у нас изображение заблюриваются наподобие параметра блюре вот дальше 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 здесь нас практически ничего не интересует нас интересует вкладочка environment соответственно мы можем для отражения конкретно этому материалу дать какую-нибудь hdr-карту к примеру да или какой-нибудь другой цвет вот у меня там был какой-то такой разноцветный фон да я переключил галочку на черный фон и теперь мне вместо вон того разноцветного фона отражается черный космос вот ну и наоборот может там кончик артуты вот свернем давайте вкладочка 20 reflections откроем а 23 фракшн что нас здесь интересует такой же параметр на цитропе фок для преломления да однако чуть ниже находится калочка дисперсии маленький ликбез финал рендере дисперсия появилась гораздо раньше чем в любом другом визуализаторе вообще в то время как верой с горем пополам добавил дисперсию в последней версии там 20 финал рендер уже года два или ты совершенно спокойно с ней работал все было здорово замечательно вот и следующее опять же такая же вкладочка environment только для преломлений соответственно мы можем придумать черный космос можем преломлять hdr-ку вместо какого-то фона который стоит у нас там вот она и последняя вкладочка которая нас интересует это сап surface scattering это под поверхностное рассеивание однако скажу честно я практически не не трогал параметр ни разу поэтому ничего более подробного вам рассказать не могу кроме того что он здесь просто есть и я думаю последнее что стоит сказать об этом материале ну во первых у нас есть конечно же можно подключить бамп дисплей из различные карты и так далее и тому подобное однако у этого материала есть также большое количество пред настроек то есть пред настроек материала который не использует различные карты типа там но из-за там фаллов и так далее и тому подобное вот здесь вот мы нажимаем на стрелочку вправо и видим различные пред настройки материала соответственно это может быть как ambient occlusion basics как там материал краски автомобиля как chrome потом есть здесь вот бриллиант дальше у нас есть стекло золото там различные совершенно материалы интересно материал снега вот и если кто не в курсе как он делается да можете просто взять и посмотреть у нас диффуз белый спекуляр большой self illumination чуть синеватый насколько я знаю вот вот видим на что чуть-чуть синеватый self illumination если мы отрендерем конечно нужно повернуться красиво чтобы увидеть здесь у нас материал снега ну что ж на на этом думаю можно закончить второй урок дальше будет интересней дальше расскажу о других материалах вот уже были других уроках и в другой раз всем спасибо за внимание напоминаю что урок был создан специально для студии компьютерной графики pulsar для их него блога точнее говоря для нашего блога меня зовут влад всем пока